Однажды шведский король Густав Третий пригласил русского посла осмотреть Дроттингхольмский дворец Токгольме. Когда они пришли в оружейную палату, король подвёл посла к трём знамёнам и с нескрываемой усмешкой сказал Вот, господин посол, русские знамёна, отбитые в войне с вашим царём Петром Первым. Выдержав паузу, российский посол с улыбкой ответил Да, это наши, ваше лищество, но если мне не изменяет память, они стоили Швеции трёх областей. Однажды, опаздывая на концерт, знаменитый скрипач Никола Паганини нанял извозчика и спросил Сколько стоит доехать до театра? Десять франков, ответил извозчик. Вы шутите? Удивился Паганини, ведь извозчик назвал сумму в десять раз большую, чем обычно. Нет, не шучу. По десять франков за билет с каждого, кто приходит слушать, как вы играете на одной струне. А я чем хуже? Хорошо, я заплачу вам десять франков, но только в том случае, если вы довезёте меня до театра, на одном колесе. Невозмутимо ответил Паганини. Президент Российской Академии Наук граф Николай Новосильцев однажды предложил избрать в почётные члены Академии графа Аракчеева. А в чём же, простите, его заслуги перед наукой? Спросил Новосильцева академик Александр Лобзин. Он ближе всех к государю, ответил президент. «Тогда я предлагаю избрать почётным академикам царского кучера Илью Бойкова. Он не только близок к государю, но и сидит впереди него», – заметил Лобзин. Субтитры создавал DimaTorzok